здорово народ сегодняшний ролик будет довольно таки необычным я не просто хочу научить вас прыгать я еще также хочу научить вас разбираться в самом прыжке но для того чтобы в нем разбираться нужно знать несколько основных моментов итак а теперь у меня есть к вам вопрос сейчас еще раз на своих экранах вы видите мой прыжок который был совершен на баскетбольное кольцо и теперь не продолжая просмотр данного ролика либо нажмите на паузу либо сверните но сделать таким образом напишите в комментариях как думаете сколько сантиметров я не достал головой до баскетбольного кольца то есть по фотографии по самому видео по print screen видно что довольно таки близко но насколько был я близок то есть исходя из того как вы примерно ощущаете напишите обязательно сейчас в комментариях и посмотрим насколько будете вы близки концу ролика в конце я покажу насколько это было близко и так кто самого начала следит за моим творчеством знает что я доставал баскетбольное кольцо головой сразу же скажу это было еще до 2012 года того как я сломал свое колено и с тех пор я перестал заниматься прыжками с разбега я не столько их не столько не занимаюсь сколько не практикую на максимальную высоту прыжка проблема в том что это довольно таки травмоопасно для моего левого колена так как я отказался делать операцию есть вероятность того что при большой нагрузке левое колено может отказать так как там в данный момент находится отколотый хрящ который я на отказался в данном случае извлечь мне сказали что если продолжать заниматься он может причинить определенный дискомфорт но я знаю примерное ограничение данного колена и поэтому я стараюсь максимально сильно с разбега не прыгать то есть все что вы видите именно с разбега это наверное прыжок на 80 на 90 процентов дело не в том что я не толкаюсь сильно нет я толкаюсь максимально сильно насколько это возможно я не вкладываю скорость то есть даже сейчас из этого ролика посмотрев можно обратить внимание что скорость моя несравнимая не с одним данкером то есть я не могу на максимальной скорости прыгнуть вверх я пытался нога немного подводит то есть для того чтобы мне сейчас максимально распрыгаться и все-таки наконец-то снова достать баскетбольное кольцо головой я Я хочу это попытаться, посмотреть, насколько я буду близок, но дело в том, что я все-таки не рискую для того, чтобы все-таки не прибегать к операции, так как восстановление будет довольно-таки долгим, а в возрасте 26-27 лет это уже будет, ну, можно сказать, завершение моей карьеры. Поэтому, как вариант, я сейчас задумался о попытке наработать максимально высокий прыжок с разбега с одной ноги, так как довольно-таки большая часть моих подписчиков, кто занимается баскетболом, это практикуют волейболистам, это абсолютно не актуально, они всегда прыгают с двух ног, но с одной ноги я прыгаю сейчас буквально на пару сантиметров ниже, чем с двух. То есть я умею прыгать, но я никогда не обучался, прям вот, чтобы дойти до максимума, как я сейчас, например, работаю на запрыгивание с одной ноги, то есть здесь у меня вопрос именно в технике, силы мне хватает, чтобы добиться даже, дойти до мирового рекорда, но вот именно сама техника, она должна нарабатываться, на это требуется время. Итак, вернемся к теме нашего ролика. Очень много в интернете фотографий существует, я не буду сейчас их подкреплять, вы наверняка их не раз видели, и видео, снятое именно с такого же ракурса, с которого я сейчас снял свой прыжок. Так вот, дело в том, что, я думаю, вы многие понимаете, зрение оно обманчиво, то есть в зависимости от того, с какого ракурса мы будем с вами смотреть, можно увидеть совершенно разные. Так как в последнее время мне очень много роликов присылают с прыжками людей, которых я знаю, которых я не знаю, мне говорят все время, почему он так высоко прыгает, оправда ли, а сколько ли здесь на фотографии и так далее. То есть за последний месяц мне вот прям десятки-десятки раз присылали, очень часто просто присылают какую-либо запись без каких-либо комментариев, то есть просто насмотри, посмотрел, ничего интересного не увидел. Так вот, для того, чтобы вы понимали, каким образом это все совершается, большинство данков снимается специально снизу. Ну не просто даже специально, а у большинства штативы просто не позволяют снимать с высоты 180. Да и зачем снимать с уровня головы, если это эффект не смотрится, когда штатив установлен на высоте метра. Еще можно, конечно, немножко было заморочиться за то, чтобы намного сильнее приблизить, сменить объектив, но я сейчас просто взял свою обычную камеру, на которую я всегда снимаю, и попытался максимально приблизиться к баскетбольному кольцу головой. Единственный момент, я это все снимал после тренировки, и что-то сразу же как-то идея не пришла это сделать, и я промахнулся. То есть, если вы внимательно посмотрите, я прыгнул немножко мимо, и я это сразу же не увидел, потому что я особо не присматривался, насколько был близко головой именно к фоам-роллеру, который лежал на кольце. Но я заметил, что как бы я там промахнулся, но мне показалось, что по траектории, по дуге я пролетел именно под ним. На самом деле я немножко-немножко не долетел, но в принципе сути самой фотографии, самого принскрина это не меняет. Изначально любой человек, который начинает заниматься прыжками или занимается прыжками, но не сильно много времени, он не совсем понимает, насколько вообще должен быть высоким прыжок именно визуально, относительно какого-то там объекта или момента. Так вот, данный ролик я специально снимал на две камеры. Если вы заметили, в правом верхнем углу на щите висит дополнительно GoPro, которую я взял для того, чтобы посмотреть, насколько сильно я приблизился головой. То есть я понимаю, что я могу просто подвесить теннисный мячик и прыгать на него, но есть вероятность, что при очень высоком прыжке, когда он у тебя нормально так за сотку перешагивает, довольно-таки тяжело иногда попасть по теннисному мячку. Поэтому нужны объекты более габаритные. Для этого я хочу все-таки в будущем использовать фоам-роллер, немножечко по-другому. Я покажу, каким образом вы сможете воссоздать подобный для себя инструмент для замера прыжка именно по голове. Потому что я считаю, что это один из лучших способов, так как плечом мы все-таки можем себе довольно-таки сильно компенсировать. И расскажу, покажу, какие вообще аспекты нужно учитывать при замере прыжка. Итак, сколько же все-таки на самом деле я не достал головой до кольца? Мой рост в данный момент составляет 181 сантиметра. Сегодня я специально померил, сколько мой рост в гиперданках. Это где-то 183,5 сантиметра. Баскетбольное кольцо, которое находилось в этом зале, именно верхняя часть кольца, это 304,5 сантиметра. И получается, фоам-роллер лежал как раз-таки, чтобы его сбить, надо прыгнуть на 305 головой. Конечно, я его не достал. Мне для этого еще необходимо работать и работать. Но если вы сейчас посмотрите внимательно ракурс со второй камеры, вы поймете, что я не достал порядка 30 сантиметров. В данном случае все дело именно было в ракурсе. То есть сам прыжок, по факту, на данном видео был порядка, получается, 90 сантиметров. То есть я не вкладывался особо в разбег, я просто разогнался, прыгнул как получилось. И именно использую необходимый ракурс по направлению, где стояла камера, где находилось кольцо и где прыгнул я. Кажется, что я был максимально близок к кольцу, но 30 сантиметров, 30 сантиметров визуально я фактически себе накинул только за счет ракурса. Поэтому очень большая часть данков, и это действительно красиво, я полностью согласен. То есть даже если я буду учиться делать данки, скорее всего я буду снимать с точно такого же ракурса, потому что это просто красиво. И зачем показывать некрасиво то, что ты делаешь, если это можно сделать, собственно, как и все. Поэтому для того, чтобы вы могли сейчас поднять свои возможности прыжка, либо просто напрямую сразу же понимать, правда или неправда фотографии или видео, которые вы видите, относительно какого-то объекта в основном, это, конечно, баскетбольного кольца, по остальным объектам надо немножечко по-другому ставить камеру. Но я надеюсь, суть и принципы вы поняли. В перспективе я постараюсь снять данный тест на свежачка уже, показать вам, насколько действительно можно быть ближе к баскетбольному кольцу. В идеале вернуть свои 123 сантиметра прыжка для того, чтобы задеть, сбить вообще фоам роллер с кольца. Конечно, с разбега, с места это будет очень большой проблемой, так как с места всего соточкой 23 сантиметра добавить далеко не один год для этого работать. Надеюсь, после просмотра данного ролика вы станете немножечко опытнее, пускай и не столько в тренировке прыжка, сколько вообще в понимании всего того, что происходит, и каким образом нас, ну не то чтобы дурят, но пытаются показать себя с того ракурса, с которого, ну мы просто не знаем, что это должно быть так или не так. Если данное видео показалось вам полезным и интересным, не забывайте плюсынуть в конце, если особенно досюда досмотрели, и по 10-бальной шкале поставьте оценку данному ролику. Ну а с вами, как всегда, был я. Всем спасибо. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok